всем огромный привет добро пожаловать на мой канал сегодня я продолжаю тему книжных влогов мне очень приятно что вам нравятся такие темы и я прочитала все четыре книги которые брала в прошлый раз я название всех книг которые возьму новые и вот этих оставлю вам внизу в инфобоксе заходите смотрите и да я говорила что летом я читаю намного быстрее это действительно так больше есть времени на это и это здорово ну немножко расскажу о тех книгах которые я прочитала во первых вот эти две книжки про шерлока холмса шерлок холмс и мэри рассел значит первая из них это признание холмсом есть еще то есть эта серия книг с участием я бы так сказала шерлока холмса есть первая книга вот эта вторая это уже идет третье возвращение собаки баскервилли много обещающие были для на самом деле я подумала что они мне должны были бы очень сильно понравится но к сожалению нет здесь вот написано что это невероятная увлекательная вещь который прекрасно выдержан стиль и удачно выбран дом повествования также что здесь в этих книгах удалось чудо своих романах автор умудрился совершенно не исказить образ холмса и волшебным образом создать рядом с ним женщину проницательную неотразимы достойного интеллекта великого сыщика его сердце что я могу сказать не исказить шерлока холмса и при этом широком женился но как бы нет но для меня например это уже никак не вяжется с образом шерлока холмса с тем классическим образом который мы все знаем по фильмам по книгам но как бы нет здесь просто вы знаете вот в этих книгах просто взяли известное имя и написали что-то известную историю возвращения собаки баскервилли и просто ее переписали причем переписали им я вообще не люблю конечно говорить плохо о книжках честно вам этом признаюсь но в этом случае ну как бы нет наверное потому что наверное потому что много раз я перечитывала классического шерлока холмса до много смотрела фильмов и так далее и для меня вот то что здесь вот эта первая книга когда я начала ее читать во первых широков он со здесь как такового мало он как бы получается как помощник этой девушки это для меня уже как бы ну как бы не очень да во вторых здесь описывается знаете такое феминистское движение тех времен какие-то авантюры с этим связаны все как-то так слишком долго слишком не то чтобы запутано когда запутано тогда интересно а здесь как-то вот в принципе уже где-то в середине книги ты понимаешь чем все это дело закончится но примерно так даже наверное не дойдя до середины ты понимаешь чем все это закончится и не как-то все но нет нет это совсем совсем не детектива шерлока холмс и и да то же самое это я начала читать потому что подумала ну может быть просто это такой том знаете вот как бы как бы да что-то такое но нет здесь тоже самое возвращение собаки баскер или и да вот это тоже поинтересней но опять же переписывать что-то это не всегда не всегда хорошая затея мне кажется лучше написать какое-то продолжение лучше написать я не знаю что-то связанное но совершенно другое чем переписывать то что уже было потому что в принципе по сути здесь практически может так сказать переписано то что было и ну как бы да нет нет и широк холмс он не такой он не такой как написано здесь поэтому мне эти две книги совершенно не понравились я следующий то есть продолжение этих книг брать не буду хотя библиотеки в которую я хожу они есть но нет вот нет и не советую даже если честно особенности если вы любите классического шерлока холмса как фильмах как книгах ну да и две другие книжки которые мне очень сильно понравились я их просто может сказать проглотила первое это пушистый избранник вот такая книга я тоже название ставлю внизу восхитительная смарт-комедия от популярной ведущей я бы не сказала что это комедия это скорее даже и некая такая история любви немножко политики немножко выдуманных историй эта история кстати главную героиню но главный герой это год а хозяйку этого кота ее зовут наташа она очень любит свердловские слойки я кстати их тоже очень люблю но крайне редко их ем да и она такая знаете типичная домохозяйка из анекдотов которая вот родила сидит располнила сидит никем не занимается не ребенком не мужем сидит только на форумах и к чему это привело чем это закончилось было очень интересно переживаешь за за нее и на самом деле легко написано легко читается и ну и конечно то что тут есть еще пушистый котик это еще конечно более умиляет я бы даже сказала что это это такой некий роман такой легкий потому что все таки это у семейных отношениях больше но мне понравилось я могу порекомендовать я думаю что в электронном виде тоже есть подобная книжка я вообще ее очень несмотря на то что он достаточно толстая я очень быстро ее прочитала потому что хотелось узнать судьбу судьбу этой наташи что же что же что же будет и на самом деле очень интересно мне понравилось и четвертая книга это вот этот роман от сары джио фиалки в марте это вообще вторая книжка в этой серии 1 конечно же не было в библиотеке еще по моему 33 книги из этой ну как из этой серии да я бы так сказала очень интересно прям очень интересно это действительно такой любовный роман это красивый роман да но он современный на острове при этом девушка расследует скажем так историю любви которая произошла на этом острове и много там времени назад вам 40 какого 40 40-х годах и чем-то все обернулось как изменилась жизнь всех вообще жителей острова но не всех может быть да но большинство жителей острова ее окружение и ее тоже любовь и но очень интересно очень интересно я сейчас поеду я хочу взять еще от этого автора еще книжки на самом деле она хоть и такая но не тоненькая но получается она маленькая и читается вообще ее наверно за несколько дней прочитала настолько настолько интересно захватывающе это не просто знаете вот эти вот сопли о любви да а интересно вот это расследование то есть немножечко такого не то чтобы детектива того такое расследование какое-то да как она вот читала дневник как все это куда это все привело как это повлияло на ее судьбу и так далее и вы знаете вот прям очень интересно тоже могу вам порекомендовать тоже оставлю вам внизу сара джио фиалки в марте сейчас поеду возьму другие книжечки какие там будут от этого автора обязательно хочу 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 еще прочитать ну что сейчас я еду в библиотеку я вам оставлю также ссылки я создала плейлист где все мои книжные влоги в том числе видео где я снимал библиотеку кто из вас еще не смотрел обязательно посмотрите нас классная библиотека мне очень нравится так что поеду и вернусь к вам уже покажу какие книжки я себе взяла так ну что вернулась из библиотеки взяла 6 книг я думаю до конца лета мне уж точно хватит их взяла вот это сара джио который я вам показывала который я прочитала фиалки в марте и еще от неё то есть это какая-то у них серия книг вот видите ежевичная зима фиалки в марте соленый ветер последняя камелия утреннее сияние лунная тропа тихие слова любви и какая-то еще корону вайтер абсудия в общем вот это в общем ежевичной зимы нету соленого ветра тоже нету я взяла последнюю камелию утреннее сияние лунная тропа и тихие слова любви то есть мне нужно еще соленый ветер ежевичную зиму почитать вот в общем взяла вот эти четыре книжечки во-первых они такие очень миленькие на мой взгляд милое оформление по мне так передает мне кажется саму книжку но в общем буду читать я думаю что вот эти я почитаю быстро потому что они в принципе видите достаточно крупкий крупный текст и при этом она такая маленькая книжечка в общем в общем буду читать также я взяла вот такую книжку дэвид фонкинсон нежность ведь и был снят фильм с одри тату в главной роли я кстати этот фильм не смотрела но с удовольствием прочитаю это тоже роман вот в общем прочитаю потом расскажу насколько мне понравился нет тоже . небольшая с крупным шериф там со всякими тут в общем всякими всякими вот надеюсь что будет интересно и так же взяла вот эту артур канада и загадка старка монро мне кажется что я не читала эту книгу видите здесь написано что он конан долл вроде бы больше любила старка монро нежели шарлока холмса ну не знаю посмотрим почитаю мне кажется я не читала эту книжку хотя я очень много книг от конан дойля прочитала но вот это мне кажется все таки я не читал хотя может и читала но в общем любом случае скажем так обновлю обновлю свои воспоминания надеюсь тоже будет интересно но вот это вот я начну конечно сара джио потому что она у меня была последняя и с нее я с них как раз я и начну очень мне понравились эти романы в общем класс несмотря на то что кстати больше всего я люблю читать детективы но дети такие вот это фиалка в марте это такой детектив как как такой роман с расследованием каких-то историй любви но очень интересно на самом деле так что вот такие вот буду читать книги думаю что до конца летом не хватит а дальше зимой я как уже говорила читаю намного медленнее чем летом потому что больше дел больше никаких разъездов туда-сюда поэтому да когда прочитаю обязательно снова сниму видео на эту тему не забывайте что все названия книг я оставлю вам внизу в инфобокс если вам это интересно обязательно переходите посмотрите и на сегодня буду с вами прощаться не забывайте кто не подписан подписываться на мой канал ставьте пальчики вверх мне это очень приятно всех люблю целую и до новых встреч